Ну что ж, добро пожаловать на канал! С вами я, Джискеран, и вы все просили, и я, естественно, для вас это делаю. Реакция на видео Мармока. Мой первый визит в Москву. Игра Мир 2018. Давайте посмотрим. Мне говорили, что видео интересное. Ну, типа, посмотреть его интересно, для реакции, может, неинтересно. Но я решил, в отличие от 6 миллионов, когда у него было это дома, видео о его одном дне Мармока, и в отличие от этого, я решил на это пореагировать. Ну, посмотрим. Надеюсь, будет на что реагировать. Погнали, посмотрим. В этом видео будет много моей речи и много личной инфы. Так что откиньтесь, расслабьте спину, потому что я буду долго долбить по вашим перепонкам. Подберите более комфортное положение задницы, заварите чаёк, кофеёк, в зависимости от того, что вы пьёте, и внимайте. Я стример. Мне не привыкать. Я не хотел делать это видео, даже не знаю, почему. Наверное, тут не один фактор причастия на несколько. Во-первых, я ленивый. Хотя нет, даже не так. Я ленивый, когда наступают выходные. В течение недели я всегда бодрый, у меня много идей в голове. Но реализовать их нет возможности, потому что надо корпеть над пятничным роликом для канала. А когда наступают выходные, я дико уставший, потому что много работаю и мало сплю с четверга по пятницу. И я просто хочу пропасть на три дня до понедельника для всех и полностью. Я просто хочу лежать и ничего не делать. Или заниматься теми вещами, которыми я люблю заниматься. Я согласен с мормоком, так и есть. У меня как бы работа не чиста, а вот видео, стримы и прочее. А у меня ещё и обычная работа. И вот есть такая проблема. Ты приходишь с работы такой, садишься, понимаешь. Ёб вашу мать. Я, сука, не выспался. Я хочу лечь, лежать в позе эмбриона и ничего не делать. Но потом понимаешь, что надо продвигаться. Если так всё время забрасывать всё, ничего не будет, ничего не продвинется и ничего не получится. И смотреть никто ничего не будет, потому что ничего не будет выходить. И заставляешь свою ленивую жопу и идёшь херачить. Снимать видосик либо стримчик. Погнали дальше. Когда ничего делать не хочется. И часто из-за того, что я не хочу тратить время попросту на неинтересные мне вещи, чтобы выходные быстро не пролетели, я тщательно выбираю из вариантов, насколько мне интересно тем или иным досугом заниматься. И в итоге, вовсе нихуя не делаю до понедельника. Знакомьтесь, это я. А ещё я часто не решаюсь выкладывать подобные ролики, потому что... Я не знаю почему, но мне кажется, что если подобные выставляют на всеобщее обозрение, то в основном, чтобы повыпендриваться, показать себя, возможно, от дефицита внимания, показать, как псевдо хорошо живётся и так далее, и мне это чуждо. У меня до сих пор валяется материал с отдыха на море. Может быть, он даже и прав. Ну, в принципе, мне есть предположение, что когда ты делаешь видео на YouTube и стримишь, тебе хочется внимания людей, хочется для кого-то что-то сделать, показать, чтобы они оценили, посмотрели. Наверное, это так работает. Я не знаю. Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть его слова. Возможно, это правда. Я уверен, что это правда в отношении некоторых людей по-любому. Я его также собирал с мыслью, что потом для лайва сделаю ролик, но реализация также разбилась кибиням о вышеперечисленных пунктах. А это видео я решился сделать, потому что вы меня сильно просили. Я не люблю выставлять на показ свою личную жизнь, но в то же время я понимаю, что многим это интересно. Поэтому раз в год я позволяю себе публиковать что-то подобное, как, например, ролик на 6 миллионов, один день глазами мормока. Как показывает практика, людям на это интересно смотреть. Это так работает. Обычная бытовуха для меня, как ссора с Долханом, например. Казалось бы, такое каждый день происходит с кем-то из нас. Вам может быть очень интересно, когда для меня это просто бытовуха. О, Ютуб вообще, блин, обожают ссоры, срачи, конфликты. Все любят. Вот люди обожают этому ссорить на Ютубе. Даже я смотрю это, потому что мне интересно. Блин, а почему они посрались? Что так-то? Зачем? Почему? Как? Что? О, да вот так работает. Это грёбаный человеческий любопытство. Грёбаный человеческий любопытство. Шикарно сказал. Погнали. Обуха, такая уж у человека натура. Мы очень любопытные. И я не люблю такое говорить. Я, кстати, не понял. Это Джохан, что ли? Придётся приложить немного усилий, чтобы это произнести. Так, секундочку. О, ви... Видимо... Многим я интересен как личность. Именно для вас и сделано это видео. Почему же я решил поехать на Игромир, спросите вы? Когда-то давно, на третий день зарождения вселенной Емармок Склада, если вы слышали о таком, один мудрый его член предложил идею встретиться в реальной жизни, когда я заговорил о том, что мечтаю посетить какую-то игровую выставку, потому что мне это очень интересно, а у нас в стране с этим туго. И так как мы тогда общались много и только онлайн, эту идею поддержал весь коллектив. Но впоследствии, из-за череды разных событий, я встретился в итоге только с двумя. Ну и с девушкой одного из них. Изначально я вообще не знал, как подать вам этот материал. В итоге решил, что удобнее всего будет пересказать хронологию событий, попутно показывая заснятые на теле. Как всегда, куча красивых, симпатичных женщин с ногами и прочими частями тела обнажёнными. Не удивлюсь, что если там были бабы с боди-артом. Телефоны и экшн-камеру матеря. Извините, что не взяли с собой оператора с хорошей аппаратурой. Он просто был дома и не знал о нашем существовании, как и мы о его. Спасибо Артёму, вот этому конопатому парню, за то, что помог восстановить хронологию событий. Кстати, за вертикально снятые фрагменты в этом видео благодарить тоже стоит его. А ведь с нами была ещё его девушка Дарья и Кирилл. Я смог тебе позволить в свои 20 лет, в 21 год, новый айфон. Скажи, пожалуйста, слово бутерброд. Бутерброд. Теперь я вместо айфон вставлю слово бутерброд. Я смог себе позволить в свои 20 лет, в 21 год, новый бутерброд. Так вот, не то, чтобы я был всё это время под шофеем, мы вообще не пили, как говорится, ни капли в рот, ни пальца в ноздри. Просто на меня всё навалилось сразу и резко. У меня очень узкий входной поток по событиям. То есть, он, получается, ездил, я так полагаю, без жены? Ну да, в принципе, ребёнок-то должен быть с кем-то. Логично. Что со мной за день до этого необычное происходило? Это ковёр, который мы с женой сдали к химчистку. Просто, чтобы вы понимали. Так что для меня всё произошло сумбурно. Ребята меня всюду возили, и каждый день был насыщен экшоном, как Москва народами. Я ведь впервые был не только на Игромире, но ещё и в России, в Москве. С местностью не знаком, все вышки ещё не захвачены, и карта была полностью закрыта. А только после всего произошедшего, уже будучи дома, я сидел и изучал, где мы были и что видели. Среда. 3 октября. Итак, началось ещё в среду. Билеты куплены, вещи собраны, сел в такси и поехал в аэропорт на свой первый самолёт с рейсом Тишелёв в Москва-Домодедово. Всё, что мне было известно до этого о самолётах, так это то, что их любят террористы, и что они сделаны из оригами. Потому что всё, что я о них знал, было либо из фильмов, либо из новостей. Поэтому уже в аэропорту я начал бздеть, как баги в играх от моего присутствия. Но взлетели мы легко, через иллюминатор было видно, как отдаляются дома, деревья, машины, а потом всё просто превратилось в сплошной гугл мэпс какой-то. Палёт прошёл мягко, правда не без воздушных ям. Где твоя обычная, казалось бы, нужда сходить пасать, превращается в увлекательную мини-игру «Попади в мишень». Ещё хуенно при этом слышать пилота, когда он говорит «За бортом минус 50, скорость 900 км, полёт нормальный». В московском аэропорту меня уже ждали ребята, те самые ребята, с которыми я общался уже столько времени по сети, стояли и оба живые, и из плоти. Правда, когда я в кейсе на них горел, я был уверен, что они оба из говна, но нет, вроде из мяса. Поздоровались, обнялись, потискали друг друга, я охерел от качества звука их голосов, и что слышу их в стерео, было непривычно их слышать. Грёбаный задрот. Через жатый звуковой сигнал дискорда. Приехали в отель, дубль номер один, мы... Где мы? Мы уже не в самолёте. Мы в Европе. Ам, я наибай, мы в России, спаси! По дороге, к которому я уже успел познакомиться с популярными московскими пробками. Стоп, чё? По дороге, к которому я уже успел познакомиться с популярными московскими пробками. Они даже лучше, чем на картинках, кстати. Посидели, поболтали, знакомились по новой, так сказать. Я дал ребятам привезённые из Молдавии магнитики, потом все разошлись по номерам, и я немного поработал с материалом для пятничного выпуска. Кстати, этот ноут в поездке меня очень сильно выручил. Он компактный, и в нём стоит целая GTX 1080. Так что, если кому-то это интересно, характеристики... Капец, но он дорогущий, я думаю, 1200 стоит. Такие модель вы видите на экране, ну а ссылку я оставлю в описании. Ну и, в принципе, на этом среда закончилась. Четверг. В четверг, четвёртого числа, в 4 с четверть утра, ли курить... Четверг, четвёртого числа, это день открытия выставки Игра Мир. Правда, это был прежде, не народу там было не сто... О! Это косплей. Да, я знаю, что это не в тему, но это косплей на девочку из игры Гилди Гир. У неё вон розочки, пистолет. Няша. Ну, правда, декольте она прикрыла, потому что в игре у неё там такое декольте, там вот... Ну, вы меня поняли. Народу там было не столь много, как в остальные дни, но я всё равно переживал и нервничал. Я переживал и думал об этом дне задолго до его прихода, потому что понятия не имел, как всё может сложиться, и как часто меня будут узнавать, и так далее. И так как я не особо афиширую своё лицо, я предполагал, что у меня может получиться просто затеряться в толпе. Примерно так оно и было. Приехав на Игра Миру, в ходом мы обнаружили огромную очередь, но нам добрые феи помогли пройти мимо неё. Зашли, походили, погуляли по выставке, кто-то натанцевался, кто-то нашли. И походили, погуляли по выставке, кто-то натанцевался, кто-то насмотрелся на тех, кто танцует. Всё было легко, и меня вообще не полили. Я просто гулял и любовался выставкой. Находиться в месте, где всё завязано на видеоиграх, это какая-то фантастика. Это были райские кущи для меня. Первый, с кем я сфоткался на Игромире, был Позитифон. Я его просто как-то в толпе заметил. Я херел, первый живой сука-ютубер, которого я знаю. Я подошёл, попросил сфоткаться, и он даже узнал меня. Потом ко мне два парня подошли, и я даже раздал первые в жизни автографы. Этот же день я встретил Женю и Лёху из Утопии Шоу. Мне дико нравится то, чем ребята занимаются. Подписаны, слежу за их творчеством очень давно. Ещё с тех пор, как у них было 200 тысяч на канале. Подошёл, тихо, сфоткался и ушёл, давил улыбу. Вообще без понятия, кто я. И в этом ведь своя прелесть. Ровно так же скромненько, на следующий день я сфоткался и со Стасом Дабытовым. Шёл 15 раунд. Моя личность по-прежнему не раскрыта. Скрытая съёмка продолжается. Мы ходили, вкушали Игромиры, и изредка ко мне подходили фоткаться. И некоторые даже дарили мне разные сувенирчики. Спасибо вам, ребят, мне очень приятно. Я буду хранить их. Поиграли в Метро Исход, багов не нашёл, так как дали поиграть очень мало. Там же меня выцепил парень и попросил дать мне большое экспромт-интервью. И, в принципе, вот так прошёл четверг. А, вот. Его мы как раз смотрели на стриме, это интервью. Впечатления от Игромира, вкратце, вот. Вы же сколько здесь уже находитесь вот сейчас? Я понимаю, что это первый день. У меня много эмоций, не только от Игромира, а от Москвы в целом. Я впервые в Москве, впервые встретился с ребятами, которые давно общаюсь. Очень нехорошие эмоции, положительные. Ну, я это видел. Конечно, я никогда не был на таких мероприятиях. Круто. Окей, спасибо вам большое. Бля, они там пушку мацу. Ну, просто, блин, видно, что действительно скромный, простой парень, который... Не знаю, даже он волнувался, когда у него интервью брал. Не то, что я... О! Пятница! Уже третий день. Игромир уже знает, что народу будет больше. На второй день уже стали подходить чаще. Два раза даже зажали толпой, но я никак не сопротивлялся. Мне, наоборот, было занятно. Вчера было немного. Сегодня немного поболее. Марин, ты счастлив? Марин, счастлив? Будем листить к такому вниманию, быстро привыкнуть можно. Успели глянуть одним глазком из толпы НС и Яндука, выступающего на сцене там... Ой, я не знал, что у него паттлы длинные. Со мной его видео не смотрел. Когда он отрастить паттлы так успел? Уже увидели Конора из Detroit Become Human. О, точно, они ж приезжали, блин, круто. Эх, бабла, конечно, на эти поездки надо до хрена. Мы когда ездили в Москву на Вейп-Экспо, баблища дофига ушло. Брэйн Декард. И не успели мы оглянуться, как выставочный день уже подошел к концу. Попрощались с Игромиром, так как это был наш последний день его посещения, и поехали в торговый центр авиапарк, в центральном атриуме которого расположен огроменный цилиндрический аквариум длиной в 4 этажа. Клево. Пришлось охеревать в очередной раз. В ТЦ мы искали мне чемодан, так как мормоз, блядь, сувенирчиков по нас обирал. О, боже. Породы. Там же и поужинали, там же и сходили на сеанс с Веномом. В отель вернулись уже поздно ночью. Суббота была посвящена полностью Москве. И начали мы с Планетария, который был расположен рядом с отелем, где мы проживали. Там было очень круто. Куча экспонатов, демонстрирующих различные природные явления и физические законы. Испытали тема почту, создавали искусственные облака и торнадо. Для пересказа всего пребывания в Планетарии понадобился бы отдельный выпуск. Так что я не буду заострять на этом особо внимание и пойду дальше по хронологии. Клево. Че они делали? Теперь я понимаю, насколько ким че он им чувствовал себя неловко. Неловко. Потом мы спустились в метро. О, да, московское метро. То, что должен попробовать каждый турист. На самом деле очень удобная штука. Просто очень быстро до всюду добираешься. Мне очень понравилось, когда лично я был в метро. Удобно, практично, не сильно дорого. И первое мое впечатление от него, там сквозит. Немного. Самую малость. Да, ветра там есть. А еще что меня удивило, так это глубина и масштабы работ при построении всего этого. Там реально целая многоуровневая подземная сеть. А еще оказывается, тут никто пулями не расплачивается. Меня наебали. Прокутившись на метро, мы приехали в парк на ВДНХ. После истории с парком Соболево, я боюсь что-либо рассказывать про другие московские парки. Боюсь, что некоторые вообще подумают, что это видео реклама Москвы. Боже упаси. Значит, прогулялись по парку, посетили москвариум, посмотрели на рыбок разных, мелких и больших. Вот. Вот это все рыба. Вот это маленькая. Вот это побольше. Вот рыба. Да. Можете верить, можете нет, но я даже русалку видел. Настоящую. После москвариума мы просто прогулялись пешком. Забавно. Ну а ближе к вечеру решили посмотреть Красную площадь. Что за экспедиция без посещения Красной площади? Бля, самое интересное, мы были в Москве, но не были на Красной площади. Ты в Москва-сити. Да мы вообще кроме Вейпэкспо никуда не успели съездить. Солько времени не хватило. Когда на дорогу в день тратится 4 часа, ну туда-обратно, это очень долго. Ребята уговорили меня прийти сюда именно вечером. Тип есть вечером красивее. Они вообще говорят, что Москву и Россию в целом надо смотреть только под покровом ночи или под градусом. Говорят, тут беззаботно живут только так. Ну да. Я согласен. Клево, блин. Все, пошли домой. Красиво. Это из рекламы Кока-Колы, я шарю, я знаю. Они притащили меня сюда вечером, чтобы свет сделал всю красоту, понимаете, да? Чтобы я не увидел трещины, падающую штукатурку. Здесь нечем заняться. Здесь очень много людей. Здесь все просто смотрят и фотографируют. Ну да. Листатит. Ленин спит. Ленин спит. Я видел на фото, да? Да, да, да. 5 баллов Гриффита. Потом зашли в Гум, что на Красной площади, и в принципе все. Хотя, нет, там еще приключения небольшие были. Мы с ребятами хотели хату на четверых снять, чтобы отдохнуть нормально. В общем, сняли, поехали туда поздно ночью. Приехали, дом недостроен, отопление голяк. Холодно так, словно мы на хате у Саб-Зира. Сидим, думаем, что дальше делать. Взвешиваем плюсы и минусы, и все, Кирюха выдает. Цитирую. Нет, ну дом пушка. И в тот же момент садится на столик, что поблизости, столик складывается, Кирюха на жопе на полу, нога столом придавлена, Кирюха тонет, мы задыхаемся. Жаль, момент падения, никто не заснял. Бля. Какую выпрямить? Это же выпрямляет. Он тебя снимает. То есть они дом сняли, нифига себе. Дом пушка, боже. Ааа. Дом пушка. Настоящие друзья. Друг страдает, мучается, ему больно, а они ржут. Сука. Сука, это просто, это геечка. Короче, как было. Сука повторит. Я, короче, сел на него, прям вот так запрыгнул. Я чувствую, короче, что я падаю, начинаю падать. Ими ногу под стол прям, короче. Прям столом придавил. Своей же жопой себе ногу придавил. Я не могу. Кто, боже. В итоге вернулись очень поздно назад в отель. А, я думал они с ночевкой там остались. Другие все проснулись очень поздно. Успели мало, в основном катались на метро. Были в ТЦ Фимол, что рядом с Москва-Сити. Зашли в МАК поесть вредной еды. Попытались... Прикольно. Заказ, но, видимо, от того, что царь багов был рядом, он, сука, забаговал и выдал непонятную меньшиную картинку. Я даже не трогал его, отвечаю. Оттуда вышли уже в сумерках. Я посмотрел на высотки, посмотрел на такси. Мы в отеле. Мы собрались все в моем номере и весь оставшийся вечер провели в душевной обстановке. Играли в Дженгу, ели вредную еду, общались, угорали и все. Тут полномочия воскресения кончились. Что? Понедельник. Долго он там был. Понедельник это день отчаливания. Проснулся, умылся, упаковал свое имущество. Попрощался только с Кириллом, потому что ему на поезд. А Артем поехал со мной в аэропорт провожать меня. Мой самолет должен был тронуться в 16.30, но уже в 2 мы были в аэропорту. Было еще много времени, чтобы просто поболтать и попрощаться как следует. Я так думал. Потому что, будучи уже в аэропорту, я поздал на свой рейс на 4 минуты. Обидно не то, что я опоздал, а то, что я опоздал, сука, на 4 минуты. Если твоя мама называет тебя неудачником, расскажи ей про меня. Короче, Артем с полпути вернулся назад в аэропорт. Между делом я успел взять другой билет на 11. Артем с полпути вернулся назад в аэропорт. Называю тебя неудачником, расскажи ей про меня. Короче, Артем с полпути вернулся назад в аэропорт. Между делом я успел взять другой билет на 11 вечера того же дня. Продлил свое пребывание в Москве за очень недешево. Но зато с чем мы еще посидели. В итоге я в самолет все же попал. Я думал, если ты не успел на рейс, тебе можно будет перенести, вернуть деньги и прочее. Он же не использованный. А второй раз взлетать полегче, но все равно не без переживаний. И тут, кстати, не обошлось без бага. Во всем самолете нормально горел свет, но одна единственная лампа хуебенилась. И находилась она над моей головой. Я так реально скоро в проклятие поверю. В Тишиневе сели четко, ночь, погода на улице шикарная, жена меня встретила, и мы уехали на такси в закат. Хэппи-энд. Ох, ребят, вот как-то так я слетал в Россию. В заключении, что хочу сказать. За гранд-поездкой я стал доволен. Было много интересных моментов, много смеха и хорошего времяпрепровождения. Я увидел ребят, посетил Игромир, увиделся с некоторыми подписчиками и немного посмотрел Москву. Впоследствии, как оказалось, в другие дни на Игромире меня даже больше ждали, чем в первом. В первые дни. Только потом я наткнулся на фрагменты видео, где люди с плакатами меня ищут по выставке. Это не круто. Я обращаюсь к этим ребятам и всем тем, кто хотел сильно со мной видеться на Игромире, но не получилось. Извините меня, пожалуйста, что заставил вас напрасно ждать. Извините, что дал такую расплывчатую инфу. Это был мой первый марш-бросок в России. Я просто боялся не справиться с большим потоком. Я не хотел раскрывать на всю свою аудиторию все детали, потому что я понятия не имел, что меня будет ждать на Игромире. На основном канале уже семь ямов, а я ни разу не делал сходок. Я не знал, чего ждать. Но теперь я прощупал почву, да. Очень много. Когда я в следующий раз соберусь на Игромире, я об этом не забуду упомянуть на основном канале, и вы меня точно найдете. Всего хорошего и спасибо. Просто спасибо. Обожаю, обнимаю. Пока. Что у нас тут под конец? А, просто вставочки. Я же говорю, он очень скромный парень. Очень и очень даже. Молодец. Прикольно. Ну, чисто подкидки, я так полагаю. Ого. Прикольно. Ну, в принципе, на этом все, как вы видите. Все. Тихо. Так. Ну, буду в оранжевом цвете. Вот так вот получилось. Видео интересное. Ну, да, все-таки реагировать тут не особо много на что. Ну, мне кажется, чуть больше, нежели в видео на 6 лямов. Видео интересное. Интересно посмотреть. Обязательно посмотрите его, если... Хотя, если вы до этого момента досмотрели, что мне... Что? Вам мои советы. Если вы досмотрели до этого момента, значит, вы уже посмотрели видео и можете не париться. Главное, не забудьте перейти по ссылочке оригинального видео и поставить лайк оригинальному видео. И моему можете тоже поставить. Ну, надеюсь, вам понравилась реакция, понравилось видео, все понравилось. А для вас старался Джесски Ран. Не забывайте подписываться на все каналы, на группу УВК, приходить на видео, на стримы и прочее-прочее. Там все дела. Люблю, целую, чмоки-чмоки. Всем спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok